Здравствуйте! В эфире Вести Чукотка. В студии Анастасия Сартон. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях в округе. 37 миллионов рублей выделено в этом году на подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов. На эти деньги пять предприятий и организации на Чукотке смогут пригласить 37 специалистов высокой квалификации из других регионов. Кадры по-прежнему решают все. Чтобы экономика Чукотки росла и развивалась, необходимы высококвалифицированные специалисты. В начале года окружная служба занятости предлагала более тысячи вакансий. При этом безработными в регионе числятся всего 266 человек. Чтобы простимулировать приезд на Чукотку работников из других регионов, правительство округа с 2016 года реализует программу повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателям, участникам подпрограммы предоставляется финансовая поддержка в форме субсидии в размере 1 миллиона рублей на каждого привлеченного работника из другого субъекта Российской Федерации. Прием заявок от работодателей на участие в подпрограмме на 2024 год осуществляется Департаментом соцполитики в срок до 20 марта 2023 года. В прошлом году в программе повышения мобильности трудовых ресурсов участвовали пять работодателей. Они привлекли в округ 27 специалистов высокого уровня подготовки. В этом году планируется предоставить субсидию также пяти предприятиям и организациям. Суммарно они приглашают 37 высококвалифицированных работников. Каждый специалист получит по 1 миллиону рублей. Эта выплата может предоставляться ему в течение двух лет. Учитывая нехватку в округе инженерно-технических кадров, это хорошая возможность заполнить пустующие вакансии. Если говорить за Департамент промышленной политики, то у нас остро стоит вопрос действительно в узконаправленных специалистах. Это все, что связано со строительством, с авиацией, с транспортом, со связью, с цифровой трансформацией, что на сегодняшний момент для нас стало вообще актуально с приходом оптоволокна на территорию округа. Прежде чем приглашать кадры с материка, работодатель должен подать заявку в окружной центр занятости. Если там не удастся подобрать местного специалиста, то предприятие становится участником программы повышения мобильности, трудовых ресурсов и может претендовать на миллион за своего будущего сотрудника. Причем нехватка специалистов на Чукотке наблюдается не только в промышленности. У бюджетников также много вакансий. Не хватает врачей и фельдшеров в районах. В 2022 году в Чукотский автономный округ прибыло порядка 34 врачей. На сегодняшний день сохраняется дефицит врачей, таких как детские специалисты, детский хирург, детский кардиолог, участковые терапевты, кардиологи, неврологи. У нас есть определенные расчеты, каких специалистов и в каком количестве не хватает. Это порядка 24 специалистов. Деньги, полученные специалистам в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов, можно потратить на самые разные цели. Например, на возмещение расходов на переезд работника вместе с семьей на Чукотку, обустройство жилья, частичную оплату ипотеки или покупку техники. Кроме того, миллион можно потратить на обучение работника, предоставление санитарно-курортного лечения и других платных медицинских услуг. Конечно, эта мера очень востребована, потому что у нас, у многих работодателей не полностью укомплектован штат, имеются вакансии, и как раз имеются те вакансии, которые не могут быть востребованы жителями, как бы не могут быть, как сказать, не востребованы, а заполнены жителями Чукотского автономного округа. Из-за этого и необходимо привлекать специалистов из других субъектов и поддерживать их. Все траты подотчетны, работодатель обязан предоставить финансовые документы, куда работник потратил деньги. Кроме того, приглашенный специалист должен проработать на Чукотке не меньше года. В противном случае миллион придется возвращать. Финансирование программы на 95% ведется за счет федерального бюджета. В будущем году предприятия и организации региона смогут пригласить 27 специалистов. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.